Районный совет депутатов нового созыва сформирован по новому принципу. Путем делегирования в его состав представителей муниципальных образований Солнечногорья. Это 10 глав и 9 депутатов от городских и сельских поселений. Такое решение нашло поддержку областного отделения партии «Единая Россия». Эта практика полностью соответствует федеральному закону. В Московской области подобный порядок формирования органов муниципальной власти уже опробован, имеет место. Ну и самое главное, что эта инициатива в новом формировании была выдвинута нашими муниципальными образованиями района, всеми ими поддержана. Основные аргументы в пользу нового порядка формирования районного совета депутатов следующие. Сохранение целостности муниципального района, равные права и возможности для поселений представлять свои интересы при решении всех вопросов, а также серьезная экономия бюджетных средств в отсутствии традиционных прямых выборов. В то же время в районах, идущих по такому пути, советы депутатов старого созыва инициировали судебные тяжбы. Но, как говорят единороссы, проиграли их вплоть до уровня Верховного суда России. Пример тому – Пушкинский район. И совет депутатов после этого из своего состава также еще избрал и главу района, главу города Пушкина, избрали из своего состава, как депутата районного совета, избрали еще и главой района. И это решение также было обжаловано, и это решение также устояло в суде и Верховном суде. Если в Солнечногорском районе тоже возникнут судебные разбирательства между созывами депутатов, юристы из «Единой России» обязуются помогать совету нового созыва. На своем первом заседании новый совет депутатов избрал секретаря и сформировал мандатную комиссию. А повестка дня содержала всего один вопрос – о внесении изменений в ряд статей устава Солнечногорского района. Это статьи, касающиеся формирования совета депутатов, так как было предложено вами, статьи, касающиеся полномочий в связи с этим главы Солнечногорского муниципального района, полномочия которого в связи с инициативой изменяются, и он становится председателем представительного органа местного самоправления и высшим должностным лицом муниципального образования. Полномочия администрации остаются прежними, но вводится новое должностное лицо – руководитель администрации муниципального района. Депутаты единогласно постановили инициировать процедуру внесения изменений в устав района и назначить по проекту его новой редакции публичные слушания. Дата их проведения – 22 декабря этого года.